Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Ну что, забираем свои награды за лигу... А что у нас там? Лига мастеров две звезды, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, посмотрим, где мы сейчас находимся. Скинули меня, к сожалению, на одну звездочку, но, ребята, для нас это пара пустяков, я думаю, да, добраться. Сегодня я хочу попробовать добраться до лиги мастеров три звезды. Шансов мало, но я попытаюсь. Так, давай-ка попробую вдавить, может быть, нам выдадут все-таки 17-23, хотя шансы есть, ребята. И, как ты видишь, у нас 70 ранг, 73 даже против нас выступать будет. Ну что, я возьму тогда Леонардо и... Ну, пускай это будет еще Донателло, ко всему прочему. У нас... Знаешь, в чем проблема? У нас всего лишь одна проблема, это в откатах. Откатов 18 штук, это мало. Но, тем не менее, все-таки я попробую, ребята, здесь как-то выкрутиться, как уши на сковородке будут себя вести, но... Доня, ты сможешь ведь? Сможешь ведь добить, а? Ну, пожалуйста, ну, please. Есть. Он меня не подвел, он красавчик. Донателло красавчик на добивке. И он топчик. По-другому здесь не скажешь. Ну что ж, мы переходим. Давай полтинник. 52 место. Ну, ладно. 52, так 52. Там майки у нас. Жесткий типок. Ладно, я возьму тогда Армагона. Это будем бить на опережение. Армагон, он вместе... А подожди, а зачем нам здесь? У нас Армагон есть 65 уровня майки. Я думаю, что он его растопчет. А если не растопчет? Ведь такой же может быть. Давай возьмем еще Пиццелицева. Вряд ли он мне, конечно, здесь поможет в чем-то. И не будем тогда брать слишком таких слабеньких. Давай хотя бы возьмем... Вот так вот. Я думаю, что... Я думаю, что мы здесь справимся, ребята. Должны, по идее. Давай, Армагоша, ты же первым у нас будешь ходить. Вали сразу. Вали всех желательно. Ну. Ай, молодца. Ну, просто, ребят, великолепен он. А по-другому не скажешь. В общем, топово вышло все. Так, ну что, давай двигаться дальше. И мы с тобой занимаем сорок... Сороковую. Сороковую позицию, что уже приятно радует меня. Ну, вот это зачем делать? Ну, зачем вот это вот делать? Нет соединения, подключитесь к сети. Какой, блин, сети? Все у нас и так нормуль. Что ты мне тут пудришь мозги, а? Опять. Начинаешь. Ладно, ребят, Рафаэль плюс Зек. Рафаэль плюс Зек. И с ними пойдет... Слушай, массовых атак здесь очень много. Давай так, наверное, сделаем. Острозуба 61 уровня взяли. Ну, скажем так. Чисто формально, ребят. Чисто формально, чтобы кто-то у нас был в компании. По фуке, чтобы было. Сейчас, соответственно, Рафаэля... Рафаэль даже не сейчас ходит. А когда он будет ходить? Вот сейчас, да? Чисто берем с тобой вправо к отцу и... Ну, я надеюсь, что он... Будет раздавать звездилей. Причем таких довольно сладких, мягких. Как раз как они любят. О, даже минус двоечку сделали. Доня берет защиту. Он думает, что это ему поможет. Нет. Кабан, ты зря так делаешь. Ты зря так сделал, парень. А распетрушили. Слушай, а интересно, если я сейчас, например, с разбега звездану плечом уничтожим? Нет. Не уничтожили. Ну, тогда придется его, наверное, ребята, вот так вот наказывать. Хоба! А лучом? Доня, пробьешь его лучом? Пробей, пожалуйста. Будь добр. Будь ласка. Нифига. А если вот так вот? Хоп-хоп-хоп-хоп. Нормально. Шархачек не подвел. Красавчик. Ух. Нормально, ребята, все у нас превосходно. Ну что, двигаемся. Я думаю, сейчас где-то будет 30-очка у нас, да? Скорячится. Даже 28-я позиция. Ну что? Такое у меня не устраивает расклад. Давай ко мне 17-23. Хороший уже тут выпендриваться. Вот. Спасибо большое. Так, и тут, ребята, резкий перепад с 68-го ранга до 75-го. Уж больно круто прыганул. Я не знаю, с чем это все связано. Топтались, топтались и на тебе прилетели. Конечно же, будем наказывать. Жестоко наказывать. И первым, кто у нас ходит, это Майки. Майки делает, конечно же, ребята, уклонение. И погнали. Начнем с Микеланджело. Правда, их тут двое. Ну давай, торнадо сделаем. Так, двое сразу посыпалось. Майки, это тебе не поможет. Смертельная волна. Проникающий пойдет по Донателло. И остается Ванька. Ванька, ребят, к счастью, погиб за счет постепенного урона. На нем висела эта штука. Поэтому давай 17-е место. 15-е. Слушай, ну это хорошо, когда дают даже лучшее место, на которое я рассчитываю. Так, по обновочке ничего не дадут мне? Ну давай, ладно, хорошо. 17-23. Я сам понимаю, что, ребята, перегибаю немножко палку. Спешу, тороплюсь. Но... Ну хочется, понимаешь, хочется. Хочется рвануть, сигануть. И... Вот смотри, внимательно. Мы с тобой сейчас очень сильно рискуем. Почему? Я не спорю, что у нас Рафаэль по инициативе крут. Но у него, смотри, у него есть... Карайка. И Карайка 100% будет Куная применять. Ведь будет же. Хотя нет, не успевает. Я не думаю, что кожеголову ее переплюнет. В плане скорости. Ну, ты видишь. Все удачно получилось. Блин, уже, ребята, уже светает на улице. Е-мое. Четыре часа. Ну как светает? У нас и не темнело, если честно. Но вот эту вот неделю, ребята, вообще дубак в квартирах. Потому что у нас отопление отключили. Наверное, еще недели две назад или три. Вот. Когда стояла жара на улице. А потом резко испортилась погода. И сейчас у нас, я тебе скажу, ну камеру не подкинуть. Короче, очень-очень-очень хмуро. Дожди, ветра, идущие, что такое холодное. До минус... Ой, до минус двух. До плюс двух у нас обещают, ребят. Упасть температуру до плюс двух градусов. Представляешь? Это в июне-то месяце. А говорили, аномальная жара будет. Где она, аномальная жара? Скажи-ка мне на милость. Аномальный холод, да, я не спорю. Но жары здесь даже и не пахнет. Пожарила буквально там два-три дня. И все. Ну что, ребята, мы переходим с вами на Лигу. У мастеров две звезды. Девяносто пятая позиция. И мы продолжаем. А может быть, все-таки дадите мне уже повышен. Давайте самый максимал. Семнадцать двадцать четыре. Я буду только за. Я буду очень этому рад. Ну, игра не хочет меня давать, ребят. Поэтому я беру Крэнга плюс Супер Шридера. Слушай, Крэнг и Супер Шридер. Не слишком ли рискую я? Не, ну Крэнг-то ладно. Супер Шридер, ладно. Я надеюсь, все-таки хватит здесь, чтобы их упоясать всех. Ну, давай добивку, блин. Тот прожектор светит. Немножко меня напрягает, ребят, прямо в глаза. Круто. Все, у нас получилось, что мы хотели. И двигаемся дальше. Так, восемьдесят четвертое место. Откаты я пока еще не трогал. У нас есть, как говорится, свои резервы. И мы их с тобой потихоньку-потихоньку тратим. И вот тут уже... Слэш плюс Усаги. Слэш плюс Усаги. Ну, в принципе, ребята, насчет Усаги-то я спокоен. Он будет первым ходить. Слэш. Вот меня как бы немножко он... Тревожит. Пойдет ли он сейчас после Усаги сразу же или нет, а? Пойдет. Тогда все великолепно. Он разносит в хлам здесь, как говорится, черепа. И наш противник просто падает. Замертво. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Давай семидесятую позицию, а? Семьдесят третья. Ну, тоже годится. Все. Настало время откатов, потому что... По-другому, ребята, у нас никак не выйдет. И начну я, пожалуй-ка, Маузер плюс Крэнк. Да, тут уже двоих придется всегда откатывать и три персонажа отыгрывать. Два больших и три маленьких. Но такое себе счастье на самом деле. А выбора нет. А выбора нет, ребят. Либо-либо. Ну, давай, добивай. Но Маузеру все равно, красавчики. Ребят, не зря мы с вами прокатили до седьмой ступени. Это все-таки... Ты сам видишь. Все-таки сказывается. Сказывается и атака, и все. Так, шестьдесят. Вторая позиция. Ну, я думаю, после этого поединка мы уже выйдем на полтишок. Выйдем или нет? Сейчас проверим. Так, я возьму Крэнга, возьму... Ой, Крэнга. Армагона плюс Маузера, да? Раз, два, три. И такими темпами, если по два отката делать, еще семь поединков. Семь поединков, но этого вполне нам хватит, чтобы перейти на лигу... Мастеров Три Звезды. Логично? Красавцы. Все-таки, ребята, они красавцы. Маузеры. И Армагон, красавчик. И Крэнг, и Супершреддер. Ну, пятьдесят... Ну, почти, ребят, полтинник. Все. Давай. Неужели... Ну, тут, ребята, майки, семьдесят девятый уровень, поэтому... Хо-хо-хоу. Надо быть предельно аккуратным. Надо быть предельно аккуратным. А в чем заключается, ребята? Если сейчас Микеланджело не падает, и, не дай бог, он делает уклоняху, вешает. Ну, в общем, ты понимаешь, да, к чему это все я клоню. Ну, благо, у нас все получается, и Армагону остается только лишь добить. Да, ребят, я делаю ракетами, чтобы особо сильно тут, как говорится, не паниковать. Ну, что, с полтинника на сороковку? Даже 37-й. Слушай. Так, мы вообще летим, ребят, с вами просто со скручью света. Сейчас мы возьмем с вами Лигу Мастеров. Три звездочки. Так, давай я возьму, наверное, Маузеров. И давай возьмем Рафаэля. Такой комбинации у нас, по-моему, еще не было давно, да? А Рафаэль, интересно, по инициативе, по-моему, даже круче, чем кролики, если не ошибаюсь. Ну, да. Откуда у него такая инициатива, ребят? Просто обычный ролевой Рафаэль. Откуда у него такая? Он даже не Микеланджело, который у нас считается одним из фаворитов в плане скорости. Откуда у Рафаэля такая инициатива? За счет чего? Я не знаю. Я его, кстати, я его хотел сравнить с тобой, с зэком. Помнишь, мы зэка хотели взять? И... Потому что на данный момент у нас... У нас же получается, что зэк... Подожди. А кто у нас по инициативе кручет? Зэк или Микеланджело? Ну, к тебе про... Блин. Ладно, например, я сделаю так и... Вот так. Раз, два, три. Давай посмотрим. Просто мне интересно самому, кто же все-таки по инициативе быстрее? Да ладно, вы серьезно? Этот парень переплюнул зэка, ты прикинь. Ну, у меня слов нет, ребят, одни эмоции. Но это круто. Рафаэль просто переплюнул зэка, который считался одним из супербыстрых персонажей. Оказывается, Рафаэль его просто уделал за воротник. Да, это что-то с чем-то. Ну что же, я теперь буду знать, что самый быстрый, пока из ныне прокачанных персонажей, это Рафаэль. Офигеть. А если, например, я возьму Майки и Рафаэля? Так, так, так. Блин, наверное, сейчас полетят голову, ребята. Немножко плохое сравнение, да? Что, отказ, что ли, делать? Ну, давай возьмем отказик один. Маузеров возьмем тогда. Глянем. Неужели опять Рафаэль будет первым? Это, ребят, фаворит. Это фаворит. Это круче его, по-моему, по инициативе нету никого. Ага, смотри, вторым все-таки идет Микеланджело. А уже идут после Маузера, да? Получается так. Ну да. Вот как-то таким, ребята, образом у нас все и складывается. Хе. То есть Рафаэль вне конкуренции вообще никакой. Шикарно. Просто шикарно. У меня нет слов, ребят. Я восхищен. Я восхищен то, что хоть кто-то переплюнул Зека. Потому что Зек до сегодняшнего дня считался у меня топовым персонажем. Быстрым. Не, Рафаэль, конечно, догадывался, что он быстрый. Но не настолько. А оказывается, вот настолько, ребят. Офигеть. Да. Но я тебе скажу большой минус этого Рафаэля. Несмотря на то, что у него офигенная инициатива, да? И то, что у него есть одна массовая атака. Он достаточно слабый. Он достаточно слабый для того, чтобы держать вот противников в страхе. И если взять Маузеров или Армагона, например, да? И Рафаэля этого. То я бы, наверное, предпочтел бы взять Армагона или Рафаэля. Ой, или Маузеров, чем этого самого Рафаэля. Единственное, что если бы было, как-то сказать, какое-то соревнование, кто первым сходит, тогда, конечно, Рафаэля. Ну что, друзья мои, а вот и обещанная Лига Мастеров 3 звезды. У нас с вами 3 отката. Соответственно, я могу... Что сделать? Могу еще один. Один поединок сделать. Один единственный, который у меня остается, потому что откаты. Хотя, нет, ребят. Не один единственный. Я врать. Что-то заврался уже совсем. Так, ребят, я что-то нечаянно не туда нажал. Пришлось рекламу посмотреть. Совсем этого не хотел делать. Я хотел взять вот этот бесплатный пак. Так вот, я про поводу того, что последний поединок. Мы же сейчас с тобой получим откаты. Поэтому, что я вам свистеть тут начинаю. Три курба. Давай пройдем. О, так у нас еще... У нас еще и вот это завершается. Ну, вообще шикарно. Так, Майки, подожди. Я вот возьму своих топ-топчиковых персонажей. Самые такие. Ну, да. Ты думаешь, они не справятся с крангом? Да они его порвут сейчас на лохмоте. На тряпочке его пустят. Этого кранга. Ты не веришь? Сейчас увидишь. Смотри. Единственное, что, да, ребята, у нас нету суперударов. Сами ни у кого практически. Они все потрачены. Но это, поверь мне. Ничего не решит. Как говорится, ничего нам не испортит. Так, минус. Бамс. Давай добьем. А, вторая атака. Все. Ну, и вот он. Крэнк. Где он там? Ну, само собой, сейчас с выпендрежем выйдет. Такой в развалочку. Типа, я такой крутой. Все дела. Бойтесь меня. Я вам сейчас, типа, устрою. А на деле-то пшик. Просто... И все. Таким вот ударом? Ну-ка. На-ка тебе. Двойная атака. Давай ее еще замедлим сейчас. Пробивной. Ну. Крэнк, давай. Слушай, а почему у него был такой удар? Видел, он подошел, ударил меня вот своей перчаткой вот этой, сшипованной. А у меня такого удара нету. У меня, если он выкидывает перчатку, ну, сшипованный шар этот, и все. Странно. Да. Так, ну что, ДНК, ребята. А, вот мы с вами собрали. Сто процентов. Собрать и сбросить. Ну что, открываем все или давай постепенно? Давай постепенно. Я люблю, когда медленно растягивается наше удовольствие. Угу. Так, доллары копятся. Это все идет. Так, здесь нормально. Нормально. Нормуль. Итого вот у нас, ребята, столько всего. 28 долларов и 13. Точнее, даже 11 тысяч мутагена. Так, поднять уровень персонажа. Ну что, давай теперь попробуем поискать, ребят. Поискать. Ну что, в поединке? В поединках мы якобы будем с тобой драться. Только драться-то мы не будем, на самом деле. Мы просто с тобой все это... Ага, навыки. Давай, пиццелицы. Прокачивайся. 87-й, друзья мои, уровень получает пиццелицы. И ищем нашу карайку. Карайка должна быть где-то здесь. Не карайка, а кунаичи. Подожди, я опять... Вот она. Навыки, ребят. 8... Этих, да, не хватает. Но мы-то с тобой, наверное... Подожди. Ну-ка попробуем. Попробуем найти этот... 6 маяков, да, надо? 6 маяков. Не талик, именно маяк нам нужен. Так, 2 маяка нашли. По-моему, нужно 70 уровней, ребят, чтобы до 6 скила прокачивать. Так, 3. 3. Ну, 3, блин. 4. Да, ее просто... Ну... У меня сейчас пицца так закончится быстрее. Не подойдет только комментарий-ка. Так, 5-й и последний. Плиз. Плиз. Есть. Сейчас просто посмотрим, ребят. А! 8 нужно. А я 6. Почему мне 6 в голове сидит? 6. 8 надо, ребят. Оу, щит. Так, вот 7-й. И 8-й. Все, ребят, ну-ка смотрим, смотрим. Да, я был прав. 7-й надо. Давай тогда кошку Минако найдем. Так, кошечку нашли. И... Что там еще надо? 5 шапок вот эти вот с напитками. Пицца, 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 ребят. Пицца тайм. Кончилась она. Ну, что же. Кончилась и кончилась. Че, че? Плакать по этому поводу буду. Нет. Так, ну что, ребята. Сколько мы еще с вами получили откатов? Вот. 8. 8. Это в корень. В корень, ребята, меняет. Все абсолютно. Все абсолютно меняет в корень. Потому что мы сможем с тобой не какой-то там один вшивенький поединок провести. А целых... Целых 4? Да, целых 4 поединка. А целых 4 поединка это изменение. О-о-о. Такой прорыв. Ё-моё. А завтра просто подкорректируйте. У нас будет топчик. Вот и все. Что я могу тебе сказать? Просто топ. Топовое место. И все. И пускай там хрюкает, хоть закрюкается. Нам все равно будет по барабану. На все. Шикарно. Блин, Лапекс, как ты так машешь хвостиком своим, а? Что ж, прям подлетаешь. Это как и Микеланджело своими мучарями. Чу-чу-чу крутит. И как вертолетик, ё-моё, летит. Ну, 86-е место. 86-е место. Давай. 17-24 есть. Давай возьмем маузер и возьмем кожеголового. Раз, два, три. Блин, 70 уровень нужно, да? Значит. Блин, а как я все это умещу? Мне нужно и этого прокачивать. Ну, ладно. У Эйприлу Кунаича мы пока с тобой будем прокачивать те скиллы, которые сможем до пятой ступени прокачать. А между делом будем пиццелисов докачивать. У него 87 уровень, там немножко стало до 90. Но самые, конечно, проблемные, это будут последние 10 уровней. Очень много нужно будет мутагена, ребят. Дофигища. Просто надо будет туда вливать в него. А потом переключимся, да, уже на... На постоянной основе прокачивать Кунаич. Так, сделаем. Ну что, крэнк плюс маузер. Я думаю, что проблем никаких не нужно у нас возникнуть. С разбором полетов, да? Поехали. Так, ножкой постучал. Памс. Годится. И добивка. Тыч. Все? Все хорошо, как никогда. Итак, у нас... 61. Интересно, до полтинечка сможем найти? У нас два последних отката. Хватит на еще один добротный, так скажем, поединок. А если я возьму, например, так и вот так? Армагон плюс Кожеголовый. По идее, должна быть тоже неплохая комба. Мне будут посмотреть, какая инициатива у Кожеголового. Насколько он уступает, например, там... Тому же самому Ваньке Стиранку. Но он, по-моему, не уступает, он... Просто хотелось бы знать, насколько у него хороша инициатива после, например, того же самого Армагона или Супер Шредера. Или против Бакстера Стокмана. Но у Бакстера Стокмана не супер-пуперская инициатива по Йорде. Он сдувается порой. Ну что, друзья мои, 52-й ранг сегодня мы с вами смогли выжать. Я считаю, что это круто. На самом деле. Как бы... 52-й ранг это... В следующей серии нам просто нужно 50 ступенек взять. Но! Но! Есть одно но, ребята. Нет откатов. Единственное, что я, наверное, сделаю, это вот, когда я с вами попрощаюсь, я за кадром попробую посмотреть рекламу за 10 паков. Опять же, не даю никакой гарантии, что, ребята, мне все прям дадут на блюдечке с голубой каемочкой. Не шиша подобного. Но в последнее время они дают мне одну или две рекламы посмотреть, а потом говорят, больше нет рекламы, парень, извини. И что бы ты там ни делал бы, ее нету. Понимаешь, да? Вот о чем я и говорю. А так, конечно, если полностью они мне покажут 5 реклам, по 2 отката, 10 откатов, то это вообще шикарно, я тебе скажу. А жетоны, кстати, вот эти, ну, не жетоны, а телепорт, который мы сейчас с тобой собираем, они у нас уже, ребята, будут потихоньку, потихоньку накапливаться. Почему? Раньше мы куда с тобой телепорты тратили? Ты помнишь, да? Мы телепорт с тобой тратили на фарм, на шетоны, и еще там всякое. А теперь нам некуда их тратить. Просто некуда. И они у нас будут копиться. Потихоньку, полегоньку, соточка, вторая, третья, четвертая, пятая. И потихоньку они у нас будут копиться, как в свое время копились и жетоны, и сюрикены, и все. Единственное, что у нас будет с тобой очень-очень долго, как говорится, не хватать, даже можно сказать, всегда будет не хватать, это, наверное, мутаген. Уж больно, ребята, его много надо. Уж больно много надо для того, чтобы прокачать всех моих персонажей. Я даже, я просто, я вот так представляю. Вот мы играем с тобой где-то года 4, да? В эту игру. Как начали, первый раз, первая серия. Посмотри, сколько мы. Мы добились очень больших результатов. Но если добиться в ней 100% результатов, то, мне кажется, это нужно еще столько же потратить, сколько я уже потратил. И еще, наверное, столько. То есть в два раза больше. То есть 10 лет. Ты представляешь, 10 лет. Кто-нибудь играл в одну игру 10 лет? Я даже просто ума не представляю. 10 лет, ребят. Аж до дрожи прям. Ну что, ребяточки, все, по-моему, да? Сегодня мы больше сделать с вами ничего не сможем. Сыр тоже нам некуда потратить. Хотя, подожди, почему некуда? Погоди, секундочку. Как это некуда нам с тобой сыр потратить? Эй, эй, эй. У нас же что? Да ебрсетэ. Вернись. У нас же с тобой вот что есть. Вот что есть у нас с тобой. Как это так некуда нам его потратить? Рэй, ну ты так больше не говори, пожалуйста. Зачем же ты так вот обманываешь и себя, и зрителей? Да я на самом деле, ребят, просто забыл, что пятница. Точнее, уже суббота. Пятница была вчера. Сегодня уже суббота. Блин, сегодня я хотел сходить в клуб, потанцевать. Поотдохнуть, ребят. Но девочка моя что-то как-то не может. Ну как, она не моя пока еще. Но я хочу, чтобы она была моей. Еще несет, Рэй, блин. Вот. Ну, в общем, короче, пассия как бы, ну, пока что-то не получается у нас. А один я что-то не хочу туда идти. Вот. Ну что, все, ребят, давайте-ка сейчас мы... Кстати, смотри, какая там статуя. Прикольная. Статуя дракона. Давай-ка мы, наверное, с тобой это... Пофармим. А фармить мы будем вот этот элемент, ребят. Наш нужный элемент. Эксперт снаряжения, ребят, как с куста. Погнали далее. Вот, вот куда нам остается с тобой тратить сыр. И... Телепорты. Только лишь на эти... Наши шалости, так скажем. Ну, погнали. Так, вторая волна. Ну, давай с гранатометом, наверное. А если плюху? Тимоти, иди отдохни. Стоит там. Такс. Ну, тут надо кожеголову угостить, друзья. На ракеты. Пулеметная дробь от Ваньки. Да хорош. Ну-ка. Отлично. Молодец, специлица. Провернул, так сказать, свое гнилое дело. Снаряжение средненько. Ну что, поехали. Ой, не то. Сори. Катушечки. Жетончики. Все понятно. Так, пять баксов. Снаряжение союзники. Ой, все, кончилось, ребята. И, кстати... Да, кстати, мы можем с тобой... А нужно ли, ребята, тратиться? Если мы это не тратим? Я думаю, что нет. Пускай копится пока Бакинский. Ну что, дорогие мои друзья. На сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok